Приветствую, друзья! Когда человек волнуется, у него возникают пики напряжений. И на пиках напряжения происходит зависание в нейросетях мозга. Ну, в компьютерной части мозга, так сказать. И тогда нужно перезагружаться. И надо это делать очень быстро. И когда человек занимается какими-то делами, если он зависает в каком-то впечатлении, зацикливается в каком-то впечатлении, на переживаниях, поэтому нужно учить людей, чтобы они могли быстро выходить на нулевое состояние, где в голове пустота, где мысли не сопровождаются эмоциями. И через это, когда человек несколько раз это повторяет, тренируется, а у него вырабатываются новые навыки. И он в любой момент, в любом месте может быстро перезагружаться. С мгновенной скоростью. То есть раньше он это делал как бы непроизвольно, спонтанно. Иногда у него получалось, иногда не получалось. А когда он научится это делать осознанно, с помощью упражнений, упражнений я дам, это приёмы подбора путём перебора по критерию максимальной комфортности, по критерию свободы мышления. То есть самое главное, чтобы человек научился мыслить свободно, без ограничений. Каких ограничений? Страха, комплексов, стереотипов, то есть шаблонов мышления и подражания авторитетам. Чтобы эти ограничители убрать, чтобы человек мог восстанавливаться быстрее и созидать новое. Для этого нужно, чтобы он умел, со скоростью инстинктивных защитных реакций, вот эти защитные реакции, которые включаются, бей, беги, застынь, зацепеней, чтобы с этой скоростью он мог соображать без ограничений и создавать условия жёстких временных ограничений. И вот там, в условиях неопределённости, в условиях неизвестности, в условиях стресса, произведения нового, создавать открытия, изобретения. Да, сбрасывать нервномышечные зажимы и двигаться вперёд. Поэтому обучение на любом состоянии очень важно, потому что это тренирует преимущества у человека. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok